МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость сегодня – директор Нинецкого информационно-аналитического центра Павел Окладников. Здравствуйте, Павел. Расскажите подробнее, что за карта такая социальная? Мне даже скорее напомнено, что в этом году реализуется проект «Социальная карта» на территории Нинецкого автономного округа. Это будет универсальный идентификатор, универсальный персональный устройство, персональная карта для каждого получателя льгот, услуг в Нинецком автономном округе. Он из себя будет представлять банковскую карту, то есть наподобие банковской карты, на которой будет записана вся информация о объеме услуг для определенного жителя Нинецкого округа. Там же будут размещаться, мы уже говорили, фотографии, фамилии, имя, отчество, и непосредственно будет размещен магнитный чип для записи информации. Сейчас проект только воплощается в жизнь, но жители округа уже обсуждают, как будет выглядеть социальная карта. Отмечу, что дискуссионной площадкой является и телеканал «Север». Любой желающий мог принять участие в опросе на странице социальной сети ВКонтакте. Сейчас большее количество голосов отдано за оформление карты в национальном стиле. И еще вот какие предложения есть. В абстрактном, в графическом, в стиле социальной направленности разные для молодежи и для людей высокого возраста и с использованием детских рисунков. А проголосовало более 300 человек. В Нинецком округе обсуждают, как будет выглядеть социальная карта жителя региона. Дискуссионной площадкой выступает телеканал «Север». Высказать свое мнение относительно стиля социальной карты и принять участие в обсуждении может любой желающий на странице телеканала в социальной сети ВКонтакте. В настоящее время большее количество голосов отдано за оформление карты в национальном стиле. Также участники голосования предлагают предусмотреть различные варианты карт для молодежи и людей высокого возраста. Проект «Социальная карта Нинецкого округа» запускается для оказания адресной поддержки жителям округа. Она станет незаменимым спутником многих жителей региона и заменит все остальные документы, подтверждающие наличие льгот. Например, она может использоваться в школьной среде для обеспечения ребят питанием и в качестве средства регулирования пропускного режима в образовательных учреждениях. Стартовый выпуск 10 тысяч социальных карт запланировано выпустить осенью 2016 года. Их получат жители города Наридмара и поселка Искателей. Протестируют карты на возможность оплаты проезда в автобусе, выдачу детям молочной продукции и детского питания. И, насколько я знаю, запустится еще голосование по названию карты, правильно? Да, совершенно верно. По виду карты действительно запущено голосование. Оно приносит свои плоды. То есть мы анализируем, как житель округа хочет видеть свою карту. Параллельно с этим, хотелось бы отметить, что в конкурсной документации у нас учтена разработка проекта. Я думаю, как только мы получим наброски проектов, мы тоже это выставим уже на обозрение, на голосование для жителей округа. Они смогут уже увидеть непосредственно, как будет выглядеть эта карта и проголосовать именно за ее вид. Когда мы планировали создание социальной карты, мы опирались на опыт москвичей, мы опирались на опыт Ямала, мы опирались на опыт еще ряда регионов, в котором это уже внедрено. Да, это существует, это есть, это имеет место жить. И хотелось бы еще отметить по названию как раз-таки карты. То есть сейчас мы проводим работу по, скажем так, по наименованию, еще раз повторюсь, карты. То есть не хотелось бы, чтобы она звучала как социальная карта Ненинского округа, хотелось бы было какое-то более емкое, более значимое название. На опыте Ямала, например, у них социальная карта называется «Забота». То есть достаточно емко, достаточно понятно, да и не обязательно говорить, что это социальная карта жителя Ненинского округа, жителей Ямала Ненинского округа. У них это просто звучит как «забота». То есть сейчас мы тоже ведем работу по подбору этого емкого слова наименования карты. Спасибо, Павел. И вопросы от населения поступают по поводу социальной карты. Где, например, будут выдаваться социальные карты? Социальные карты будут выдаваться в многофункциональных центрах Ненинского округа. То есть на первом этапе мы смотрим, как это будет работать на территории города Наримара, поселка Искатели. То есть это многофункциональные центры, соответственно, города Наримара и поселка Искатели. И в дальнейшем, когда мы все услуги будем расширять на муниципалитеты, то есть это многофункциональные центры муниципальных образований Ненинского округа. А подскажите, вот механизм работы какой? Например, оплатить проезд в автобусе? Как можно? Если предусмотрена стопроцентная скидка, то есть стопроцентная оплата по социальной карте, то достаточно просто будет кондуктору дать эту карточку, он проводит транзакцию. Оборудование, процессинговый центр подтверждает, что да, этому гражданину положен этот объем проезда как в месяц, так и в день. Мимо уходит чек и подтверждение о том, что да, пожалуйста, проезжайте далее. Ежели это некое совмещение, то есть не стопроцентная оплата, то та часть, которая необходима в списании с карточки, она будет списывать с карточки, как я ранее описывал, а недостающую сумму житель сможет доплатить наличными деньгами. То есть и магазины, например, где будут выдавать молочную продукцию, и транспорт будет оборудован дополнительным? Да, будут оборудованы дополнительными терминалами, достаточно небольшими. То есть в магазинах мы сейчас рассматриваем вариант, чтобы установить уже существующие терминалы. Сейчас в каждом магазине принимают карточки, то есть мы рассматриваем и такую техническую возможность, но пока однозначно не могу сказать. А в автобусах, в транспорте, да, обязательно будут дополнительные терминалы. Ну и вернемся к вопросам от жителей. Какие документы необходимо представить для получения карты? Ну, естественно, это паспорт, да, чтобы мы могли слечить человека, что, да, это действительно он, значит, дальнейшим необходимым будут справки, документы, подтверждающие его льготы. Но здесь, опять же, механизм порабатывается, чтобы его упростить, чтобы гражданину было достаточно прийти только с паспортом в многофункциональный центр. Многофункциональный центр делает самостоятельно запрос в департамент здравоохранения, труда и социальной защиты, и там уже по системе межведомственного взаимодействия приходит ответ, что да, этот человек имеет право на льготы. А срок действия какой? Срок действия карты не ограничен, то есть на тот период, когда льгота положена, она будет предоставляться. Но я думаю, такого механизма, как изъятие карты после окончания, например, некой льготы не будет. То есть, например, мамочка молодая получает до трех лет питания для ребенка, когда ребенку стукнет три года, естественно, эта карта не будет изыматься, потому что в дальнейшем возможно увеличение объема и количества льгот, и поэтому смысла нет перевыпускать карты. То есть они будут, скажем так, бессрочны. Хорошо. А платные или бесплатно будут они выдаваться? Выдаваться они будут бесплатно. Их первый перевыпуск тоже будет бесплатный, если это будет действительно уважительная причина, это будет подтверждено. Это может быть утеря какая-то вследствие каких-то происшествий, это может быть поломка, может быть кража, что-то еще. Здесь будет выдаваться дубликат бесплатно. О выдаче более чем одного дубликата здесь пока вопрос не решен, то есть каким образом это будет финансироваться. Кому будут выдаваться социальные карты? Какой перечень льготников? Значит, весь перечень льготников, который у нас прописан в нормативно-правых актах Ненецкого округа, то есть те жители Ненецкого округа, которые имеют право на льготу, они будут получать свою карту. Ну а в дальнейшем действия карты будут распространены не только на льготников, но и, например, на тех же школьников, то есть тот же контроль прохода в школу. То есть в дальнейшем планируется выдать каждому жителю Ненецкого округа социальные карты, которые будут универсальным идентификатором на территории округа. А товары и услуги будут предоставляться бесплатно или со скидкой? Здесь вот каким образом будет установлено в нормативно-правых актах, то есть возможность реализации и стопроцентной оплаты через карты, то есть стопроцентной скидки, и частично она предусмотрена. То есть каким образом будет установлено в законе, таким образом будет осуществляться отпуск. Павел, расскажите, пожалуйста, подробнее о выпуске карты. Процесс выпуска карты мы стараемся упростить. Каким образом? Во-первых, разрабатывается мероприятие по фотографированию непосредственно на социальную карту в самих многофункциональных центрах, чтобы у нас не было длительного ожидания выдачи этой карты. Параллельно с этим отрабатывается и минимизируется время по выкраске вот этим межведомственным запросам для получения ответа, что услуга действительно положена этому жителю, и он нуждается в ней. Параллельно с этим, также для оперативности выдачи, мы сейчас заказываем два принтера специализированных, чтобы печатать карточки не в Москве, не в Петербурге, не в Архангельске, а здесь на месте это будет упрощать процедуру. И на, скажем так, первый этап выдачи, который будет вот в этом году мы планируем, скорее всего, мы разнесем направление эти три по времени и по дате, чтобы у нас не были перегружены многофункциональные центры. Павел, а в каких организациях будет действовать социальная карта, а не только в магазинах? По сути, во всех организациях, учреждениях, которые предоставляют некую льготу для граждан. То есть это, как вы уже сказали, магазины, это транспорт, это социальные услуги, это в дальнейшем планируется ЖКХ, коммунальная плата, я уже говорил, образование, медицину. Я напомню, что этой осенью уже социальную карту получат 10 тысяч жителей города Эль-Мария, поселка Искателей. А когда начнут карты выдавать в селах? Ну, здесь было принято решение тоже в рамках совещаний, приводимых в аппарате администрации, о том, что в настоящее время необходимо отработать работу карты, все процедуры на территории города Эль-Мария и поселка Искателей, потому что здесь можно будет все проблемы оперативно устранить и, скажем так, отстроить систему до полностью автоматизированной, полностью правильной работы. Мы планируем, что в 2017 году, как раз таки, мы эту работу проведем и все это санализируем. И, сделая выводы, выставив, скажем так, на обсуждение, уже будем принимать решение о внедрении, я думаю, что через год, в муниципальных образованиях. А на всей ли территории Российской Федерации будет действовать социальная карта? Нет, социальная карта, она региональная, и она будет действовать на всей территории Нинецкого округа. То есть получить льготы некие там, если у кого-то есть на федеральном уровне, по социальной карте будет невозможно, но это, скажем так, и не предусматривалось изначально. То есть это наша региональная карта, которая действует здесь у нас, в Нинецком округе. То есть вне населенного пункта, например, человек, если из села, он может воспользоваться ей и в городе Наринмар. Да, да. Хорошо. Только ли в МФЦ можно обратиться за получением социальной карты или где-то еще можно получить? Ну, изначально прорабатывался вопрос получения и в учреждениях Департамента здравоохранения, еще в ряде учреждений, но было принято решение, так как у нас в настоящий момент сеть многофункциональных центров затрагивает все муниципалитеты Наринмар и поселок искателей, было принято решение как раз-таки, что выдача в многофункциональных центрах будет наиболее оптимальна. Поэтому выдача будет только через МФЦ. А возможен ли выезд специалистов МФЦ на дом для получения карты? Для определенных категорий граждан, маломобильные граждане, граждане высокого возраста, выезд на дом будет возможен. То есть по заявлению, по устному, по письменному этот вызов предусматривается и можно будет получить карточку на месте дома. Это были вопросы от населения по социальной карте Нинецкого округа. Еще такой вопрос поступил. Услуги оказываются сейчас и в электронном виде на портале госуслуги. Можно ли будет заказать карту там? Да, в настоящее время прорабатывается, очень плотно прорабатывается вопрос предоставления услуги в электронном виде. То есть это подача заявлений на выдачу социальной карты. И вместе с тем также прорабатывается даже и подача фотографий, чтобы не было необходимости прибытия в многофункциональный центр. То есть можно будет подать заявление, можно будет подать копию документа удостоверяющего личность, фотографии в определенном режиме. То есть там будут описаны характеристики. И уже через портал госуслуг узнать, что ваша карточка готова и только прийти ее и забрать. А может ли житель Нинецкого округа, у которого есть социальная карта, отследить как-то услуги, которые ему предоставляются? Да, это возможность предусмотрена. Каким образом решили ее реализовать? Она будет реализована через веб-сервис, то есть через интернет. Житель в любом месте региона, в любом месте России сможет зайти на сайт, ввести свои учетные данные, получить полностью информацию о личную информацию по карте, информацию об остатках лимитов, информацию о предоставляемых услугах. Это все может построить через сеть интернет. И еще вот вопрос про интернет. Например, в транспорте как будет осуществляться выдача? Здесь предусмотрен оффлайн-режим, так называемый. То есть что он позволяет? Он позволяет получить и записать услугу на карту без наличия интернета. То есть само устройство, которое будет использовать, оно будет иметь возможность записать информацию на карту, считать с нее. То есть наличие интернета, скажем так, при поездке из Наринмара в Искадиле, где-то, может быть, связь пропадет, но в любом случае получатель услуги сможет проехать и сможет воспользоваться льготой. И вот уже осенью планируется выпуск первого, первый выпуск карт. Любой житель может подать заявление? И когда это можно сделать? Ну, по срокам, я думаю, что будет доведено чуть позднее, когда у нас уже полностью сформируется картина по реализации этого проекта. И также по жителям, то есть те слои населения, которые могут получить эту карту, которые имеют право на ее получение, тоже это будет расформировано по датам, по времени, то есть в каком объеме кто сможет подойти и получить непосредственно эти услуги. И здесь даже, наверное, удобнее будет жителям в связи с тем, что не будет больших очередей и больших толкучек при получении этих карт. То есть житель будет прекрасно знать, что ему необходимо подойти в МФНЦ в такое-то время, в такой-то день, согласованный предварительно с ним, и тут же там в течение 15-20 минут он будет получать эту карту. То есть жители уведомят, да? Конечно, конечно. То есть через средства массовой информации, через вас и через наши региональные печатные издания все это будет уведомлено. Давайте я поподробнее расскажу про голосование наших зрителей. Итак, за национальный стиль проголосовали более 42% жителей. И на втором месте разные карты для молодежи и для людей высокого возраста, 27% почти. И следующее в стиле социальной направленности и детские рисунки. Как думаете, может быть, можно совместить самые популярные, например, национальный стиль и разные для молодежи и для людей высокого возраста? Во-первых, хотелось бы сказать огромное спасибо тем жителям округа, которые принимают непосредственно участие в этих опросах. Действительно, эти опросы делаются для жителей округа, потому что носить эти карты, получать услуги через них будут непосредственно жители округа. Мы прорабатываем вопрос о выпуске разных направленностей карты. То есть, как вы уже говорили, в национальном стиле и в разных для молодого населения, для людей высокого возраста. То есть, эти вопросы прорабатываются, но, к сожалению, пока очень мал тот объем отзывов, которые поступили. Хотелось бы больше и больше получать данную информацию от жителей округа. То есть, у нас со следующей недели уже начинается очень плотное внедрение проекта. То есть, мы уже будем работать с исполнителями по этому проекту. И как раз-таки этой информации нам сейчас не хватает. То есть, информации по стилю карты, информации по наименованию карты. И вместе с тем, еще хотелось отметить, что каждый шаг по внедрению этого проекта, то есть, у нас есть план графика, там все по датам у нас расписано. Мы будем согласовывать через средства массовой информации, через сеть интернет, через печатные издания с жителями округа. И хотелось бы попросить, чтобы максимально объемно и максимально оперативно жители округа реагировали на это. Потому что, пользоваться потом это нам. Скоро запустится голосование по названию карты. Может быть, есть какие-то уже наработки у вас? Пока, наверное, ставим их, скажем так, при себе. Будем ждать в голосовании реакцию жителей округа. Но очень, скажем так, остро на первом плане у нас стоит вопрос. Все-таки это будет название наше национальное, то есть, на региональном языке, на ненецком, или же это будет на русском языке. То есть, здесь тоже надо определиться и услышать жителей округа, как они хотят это видеть и слышать. То есть, последнее слово будет за жителями округа, которые будут пользоваться? В любом случае, в любом случае, с этой целью, как раз таки, мы и делаем опросы. Мы ведем работу с вами, посредством сети интернет. То есть, очень важно мнение жителей округа. То есть, одно дело, это, скажем так, начинка всего этого проекта, а другое дело, это сама карта. Немаловажно сейчас, как она будет выглядеть, немаловажно, как она будет называться, да. Если вы обратили внимание, заметили сейчас во многих магазинах, даже при оформлении скидочной карты, ты уже можешь самостоятельно выбрать ее оформление, там, ее наименование. То есть, все то же самое мы хотим получить информацию от жителей округа. И с этим делаем вот эти опросы и общение. Как жители могут внести свои предложения? Может быть, есть какая-то электронная почта? Да, у нас создан колл-центр по вопросам, которые поступают. Мы стараемся на них оперативно отвечать. У нас есть общий адрес электронной почты, на который можно отправить заявку. Тоже, в принципе, достаточно оперативно он отвечается. И, в принципе, я думаю, там, личные встречи, беседы, если кому-то необходимо разъяснить, и администрация округа, и аппарат администрации, и департаменты. И мы, как учреждение, реализующее этот проект, готовы на все это отвечать, встречаться и рассказывать. То есть мы посещаем, скажем так, общественные мероприятия, мы посещаем общественные советы, рассказываем там об этом, докладываем, интересуемся, получаем ответ, скажем так, и все это уже будет реализовано. То есть все те просьбы, все те пожелания, которые уже высказаны, они все учтены, они будут выполнены. А чья была инициатива создания социальной карты, и как давно уже прорабатывается этот вопрос? Идея создания была выдвинята губернатором Ненецкого округа Игорем Викторовичем Кошиным, и, собственно говоря, затрягивает несколько моментов. Это момент адресности получения помощи, это момент, как бы это ни звучало, но это экономия бюджетных средств, потому что проект социальная карта позволит не только адресно, не только человечески адресно, ресурсно адресно, но и финансово адресно оказывать эту помощь. Ну и проработка вопросов началась еще в конце 2015 года. То есть идея о том, что необходим этот проект, он будет создан, началась в конце 2015 года, вот на протяжении уже полугода 2016 он прорабатывается, но, по сути, мы уже выходим сейчас на финальную стадию запуска проекта. И вот, как вы уже говорили, что будем планировать четвертый квартал 2016 года, выпуск уже и выдачу первой партии этих карт. И вот цитата губернатора округа из бюджетного послания. На встречах с жителями регулярно сталкиваюсь с тем, что люди не до конца понимают, какая поддержка от округа им положена. Поэтому принял решение ввести социальную карту жителя Ниньско-автономного округа. Это электронный носитель, дающий право на получение конкретных видов помощи от государства. Осенью запускаем пилотный проект. И оформить карту можно будет в отделении многофункционального центра. Напомню, проект социальной карты Ниньско-автономного округа запускается для оказания адресной поддержки жителям округа. Она станет незаменимым спутником многих жителей и заменит все остальные документы, подтверждающие наличие льгот. Подробнее о социальной карте нам рассказал директор Ниньско-автономного информационно-аналитического центра Павел Окладников в программе «Актуальное интервью». До встречи!